Под базой B, точнее под ее коврами, второй байтит на себя внимание, это распитка фунта и выход по коннектору. Винни делает первый минус, осталось просто удержать выпад с Делпана, выпад с КТ, называйте уже по своей информации, что и делает в общем-то команда Фурия. Арт отличный минус, забирает из тага, это 3 в 4, бомба по-прежнему стоит, падает Мерц, продолжает орудовать Арт с P250, ну, по сути, песенка спета, Юрих забрал Адама Фрайберка, будем последним, будут резать, нет, Юрих этого сделать не дает, 0-3, это то самое начало, которое героев заслужили своей игрой. Ну что же, хаешки на старт, не слишком пока что зацепили Фурию, обращаем внимание, сразу же два уга в защите, и первый просто молниеносно делает минус капитан команды Асилион, размены от Мерца пошли неплохо. Это был второй этаж, либо первый, его стартовая позиция, но тем временем, посмотрите, что происходит, минус в джангли, забирают Асилиона. Ну, минуту до конца этого раунда, не торопятся бразильцы и правильно делают, Адам Фрайберг в шаге от провала, но все же Ксерата забирает. Загулял Ксерата, вот по миникарте мы уже видели, что игрок с бомбы уже ушел в яму, Ксерата решил еще там на долю секунды остаться на пленте, и был наказан, Эбл, отлично, отбивает Б, плент, минус кухня, бомба. Вот давайте ступеньки смотреть, там сейчас будет жесть. Да, заметил, прочекал арт товарища Бойма, ну и Мерц последний против двоих, снайперская винтовка. Заметь, как играют бразильцы, каждый сам за себя прячется, отыгрывает на максималочках, но вот шаги от провала были, ребята, из фурии. Сильно рисковал в этом эпизоде, и там было бы хотя бы там по одному пистолету и по одному хп, все равно я бы поставил на фурию в этом эпизоде, и скорее всего был бы прав, отличный хэдшот от Мерца. Вот такие раунды можно тащить, первый тайминг, первый entry kill, можно перестроиться, идет, потому что ямы. Ну, вот здесь и стак погорячился, хотя был в шаге от этого минуса. Два игрока на пленте, один в зигзаге, и это то, что может позволить им зацепиться за этот порсированный раунд. Фрайберг есть минус, но дальше вроде бы все хорошо. Неплохой размен, два в два ситуация, посмотри на хп. 7,41% здоровья в Вине Эйбл. Да, но это не проблема, по-моему, здесь нужно идти и пытаться брать. Блэйм, есть минус, забирает красного Вине Эйбл. 41% здоровья, СЗшка. А силе он и не работает, правда, вот Блэйм ситуацию исправляет в ту же секунду. Но, по сути, особого результата так и не добился. Тем не менее, его продолжают звать в какие-то интересные команды. Опять-таки же, начало от Мерца, первый минус. Возможно, займет себе какую-то хорошую позицию на точке А. А как тебе, Винни, он просто вышел с ковробного мороза, вот это да, но выходит на прицел Кистагуда. 3 в 5 ситуация по-прежнему. Ну что, герои постараются зацепиться за серию, и у них есть абсолютно все шансы. А силен забирает Эйбла в коннекторе. Было бы неплохо сохранить оружие. Минус один из амиков. Здесь стена дымовы. Как же будут действовать ребята из Фьюри? Ну тут слишком так вот раскидали жестко, тут даже защита уже успела стянуться на точку втроем. Ну знаешь, раунд хороший. Пока что в исполнении Фьюри, правда, как его контрят героики, это заслуживает отдельной похвалы. 2 в 4. Винниард против четверки героик. Опять-таки же, здесь зацепиться будет крайне сложно. Ошибочка от Мерца. С гранатой в руках пришел на эту перестрелку и без шансов отдался товарищу Винни. Да, конечно, хорошо там напряглись по раскидке парня. Ну давайте досмотрим. Нет, ничего не происходит. Третьего не ожидал. Третьего не ожидал. Истак врасплох застает Винни на перезарядке. Но теперь все в руках Арта. Снайперская винтовка. Позиция у Арта очень сложная. Давайте смотреть на Мурсиос глаз. Посмотрим, как он будет разбанцовывать этот эпизод. Молик горит. Прострел 37. Сгорает. Сгорает в коктейле Молотова. Суппорт это силен с Аугом. В кухне пока никого нет. Здесь только два игрока на точке. Ну, кстати, это хороший байт. Заставили потратиться практически всеми гранатами ребят из героек. И вот теперь вторая волна раскидки. Есть Сирата. Выход на базу Б. Вот это да. Сирата просто красавчик. Сю инфу собрал. Еще и забрал. И одного, и второго. Как жестко они заходят на Б-плент. Можно сейвиться. Парни здесь рыбы нет. Он четко понимает, что там может находиться игрок команды Фьюри. Ошибка от Винни. Не самый лучший выход под позицию из тега. Вот Арт неужели просочился. Ну, вот как раз-таки этот парень может нашуметь в этом раунде. Ошибочка от осилена. Не ожидал в этой позиции увидеть Арта. Юрик забирает из тега. А вот тебе переворот. Точнее, даже подъем переворота в этом раунде. Одна флешка на всю команду. Итак, попытка установить бомбу. Мерц. Хороший минус простреливает еще Эйбла. Там уже в спину обходит. Арт, Арт, где же ты? Юрий, отличный минус с прострелом. Ну, Юрий как раз-таки разбирается в одиночку. Игра проиграли свои стартовые Best of One матчи. И это игра за выживанием. Проигравший покидает чемпионат. Победитель играет завтра. Завтра как раз у нас два Best of One. Как раз играет в Линерак. Но об этом попозже. Блейм дает энтрекилл. Отличная агрессия Шарта. Но моментальный размен от Эйбла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 20% здоровья. Вот это дабл. Это интересно. Заметь, вот бразильцы умеют выходить из неловких ситуаций. Потеряли игрока. Второго оставили красным. И в ответ сразу же два минуса. Вот это характер. Ой-ой-ой. Какой тут явно будет размен. Привет, Адам Фрайберг. Фрайберг понимал, что здесь находится игрок. Он видел одного из. Но второго точно не ожидал. Фрайберг ситуация 4-2. Просто шикарная точка под контролем. Бомба залетает уже на Б. И тут уже больше ищут своих соперников бразильцы. Это какая-то изи-катка. Это какая-то изи-катка. И стэк последний со снайперской винтовкой. Заметил Винни в коннекторе. Ну и все, охота началась. Вдвоем идут. Все четко. Со всех сторон. Дабл. Вот это минус от из стэка. Играют с идеей. И с огромным желанием. А это всегда приветствуется. Опять же, уже разогрелись неплохо. И вновь антрекилл с дулпана. Насколько можно. Но, тем не менее, даже в таких ситуациях иногда бразильцы переворачивают раунды. Но сейчас будет не так уж и просто. Так, вот это был обидный промах. Со второй попытки из стэка забирает Винни. Блэйм минус Эйбл. Это 2 в 5. А это ведь одна снайперская винтовка, которая сработала просто великолепно. Так, Юрих жив. И это по-прежнему опасно. 2 в 3. Два дигла. По-прежнему АВП в руках из стэка. И неужели герои умудрятся проиграть этот раунд Юрих? Еще один минус. Но с таким Юриком могут и действительно потащить. Здесь, кстати, проблемы большие. У Ксера там очень мало ХП остается. Буквально пуля нужна от Фрайберга, что и залетает. Есть бомба здесь на точке. Есть инфа по последнему, но нет Фрайберга. Ну что ж, один на один. Можно продавить позицию. А что по гранатам? Нет у Юрия гранат. Но, может быть, вот флешечка какая-то лежит, как все просто. Вот этот парень максимально уверенно действует. Сразу три игрока команды героев пытаются сделать первый минус. Но пока что безуспешно. Юриха немного раздемажили, но на этом все. Все, подсадка прошла. В этот момент он и в джангл заходит, и в апдауну. Нет, 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 если он не пускает соперника. Есть минус. И вновь интрикил от защиты. Посмотрим, кто раньше. Уже прошел Юрий. Он уже в шарте. И он забрал на апдауне. Юрих делает минус. У Адама Фрайберга проблемы. Винни ликвидирует позицию опорника Б-пунта. А что с Фрайбергом? Что это было только что? Как дисциплинированно действуют ребята из Фьюри. Они не пытаются стреляться. Они вот агрессивны до определенного момента. Четыре смерти, по-моему, ноль ассистов. Он даже не нуждается в помощи тиммейн. Хотя вот в этом... Им не помогает. ...году могу сказать, что Астралис будет очень тяжело. Уже все припосмотрели, привыкли, понимают, что надо работать. Фрайбергу остается жить считанные секунды. Проверят эту нычку или нет. Адамант вораживается до последнего. А вот важный минус от Мерца. После Мерца могут и не прочекать. Но, правда, Винни остается, он, скорее всего, проверит этот угол. Нет, не проверят. Слишком долго отмораживался Фрайберг с проблемами. Но все же, Абла забирает. Ну, наконец-то можно поздравить команду героек после огромного количества раундов, которые Фури забрала подряд. Все, что хочешь, это работает. Ну и, конечно же, здесь то, что не срабатывает Юрих, просто шикарно. Новобранцы команды героек забирают без каких-либо шансов. Потерял при этом всего-то навсего 32% здоровья. Так, Истак там все-таки пытается как-то биться, останавливать этот выход на точку Б. Кстати, Смок может залететь. Так, Молик не туда пошел. Они хотели подсадиться, но вот игрок в лифтах говорит, ребят, не надо, не надо, я буду до последнего оставаться именно здесь. Фрайберг. Ну, все. По-моему, песенка для героев спеток. Ксирата Юрих по минусу. Так, Истак 1-2 подбирает Калаш. Все-таки давайте вернемся к Груту сразу же. Молик потушить нужно. 73. Нет, 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 даже не чекает. Позиционочка от Фурии была просто шикарна. Для бразильцев за сторону контртеррористов. Героики под раскидку вскрывают позиции Апунта. Есть первый минус от Юриха. Забрал Истега. Размен будет или нет? Да конец. Адаму Фрайбергу Юриха удается забрать. Задавили просто его глоками. Но, правда, неплохо разменялся Арт. А хорошо мерч продавил Винни. Винни, нужен еще один минус. Винни. Это и залетает. Винни виси. Что там дальше, я не помню. Но Бвейм последний против двоих. Бомба на руках. Времени более чем достаточно. Можно размансовать. И он это делает. Есть первый минус. Понимает, где находится последний игрок команды Фьюри. Нужно было игроку защиты услышать. Бомб has been planted. Кстати, глок в руках против красного соперника. Это действительно хорошее решение. Но какой выстрел от Бвейма. Никто не выходит. А вот и пошел контактный выход. Быстрый раунд. Десант пока что работает. Серата. Герой вчерашнего дня. Два минуса есть. Будет ли третий? Нет. Мерц сделать этого не дает. Но дальше, как по ноткам, Адам Фрайберг пропустил Арта. И спокойно забрал его в спину. Ну что же, есть поджим с Бековров. Возможно, сейчас как-то Юрий зажжет. Как же в смоук забирают Эйбла. Но отличная игра от Мерца. И здесь уже намного все сложнее. Вообще, абсолютно логичное решение от команды героя. Или, как говорится, с их отсутствием. Ну знаешь, эти девайсы есть в игре. Они работают. Это самое главное. Вот и шикарное начало от Арта. Ситуация замечательная. Поменяйте позиции и контрольте свои точки. Так. Просочил Сосилян. И вот знаешь, Винни этого предвидеть не сумел. Хотя должен был слышать всю эту перетяжку. Хотел сказать, куда лез Винни. Но тут уже Арт в спине. В общем-то все понятно. Бомба перед ямой. Выходит Мерц с авиком. Ну, конечно, кто-то еще может нарваться на один минус. Но нет. Здесь уже аккуратно будет действовать ребятам. Юрик не прощает. В принципе, если им где-то повезет. Буквально еще одна-две оружейки. И можно отлично выравнивать счет в этом матче. Энтри килл от Силеон. Ну, вот продолжал агрессировать. А, наверное, в этом раунде лучше было сбавить. Итак, попытка от Винни. Да ладно, засчитала все равно. Казалось, уже никуда не пошел прицел. Он еще второго зацепил. Минус от Юрии. Поджим от Ксирата. И бомбов под контролем защиты. Это Ауги. Это Ауги. Надо сделать два точных выстрела. А в смолк, если нашивайте вообще сказка. Ну, ладно. Друзья, пишите свое мнение по поводу скорострелок. Потому что многие пишут, что это анманерство. И проигроки не берут их. Но частенько берут, чтобы унижать соперников. Агрессивно продолжает действовать Фурия. И в этом раунде 23-й. Стоит сейчас и удивить. К тому же Ксирата, например, на АБ взять АВИК, пойти хлопнуть. Сплит-выход в исполнении героев. Три в коннекторе. Яма и ковры. Ну и попытка выйти контактом против Юрика. Это не работает. Он еще и призумился там. Ну что? Второй выходил. Весенка героев сплита в этом раунде. Последний Асилиан против четверых сотых соперников. Ну, даже с одним не справляется. 15-9. Про Юрика, наверное, слышат многие впервые. Ну, знают на мажоре, я думаю. Итак, арта. Опять-таки же агрессия на зигзаге. На этот раз пробрался Адам Фрайберг. И с подъемчика спокойно снайпера команды Фурия Спорт забирает. Правда, размен от Юрика последовал молниеносным. Выход на точку А. Уже поджался шорт. Уже перетяжка идет с Б-планта у ребят из Фурии. Ну и тут Юрий попытается найти свой фраг. Что он и делает. Выпад из смоков. Правда, размен пошел. Нет. Там Юрий уже забрался. Три минусового исполнения. И квадрокил от Юрия Сантоса. И он, по сути, в одиночку закрывает последний раунд для бразильской пятерки.